В Государственной Думе вынесли на обсуждение весьма необычный законопроект. Предлагается запретить родителям давать странные имена своим детям. О чем речь разбиралась Алла Авдеева. Если вы думаете, что экзотические имена у детей это увлечение жителей Центральной России, вы ошибаетесь. Гуляя по улицам якутских городов, можно услышать Алкивиат, надень варежки, Камила Ладдаван, не ешь снег. Да, так необычно стали называть своих детей в нашей республике. Сейчас законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку. И органы ЗАГС не могут отказывать в регистрации имени, даже если оно оскорбительно, неблагозвучно и трудно произносимо. Этим правом вовсю пользуются молодые родители с креативным мышлением. Но вот наступил момент, когда о культуре имен своих маленьких граждан задумались на федеральном уровне. Сенатор Валентина Петренко предложила законопроект, запрещающий родителям давать странные имена. Если он будет принят в гражданском и семейном кодексах, в законе о записи актов гражданского состояния появятся специальные требования. И тогда не будет возможности называть ребенка именем из цифровых и буквенных обозначений, числительных аббревиатур ненормативной лексики. Также нельзя будет назвать малыша, например, президентом или адмиралом. Я считаю, что такими ненормальными именами нельзя назвать детей. Значит, право, наверное, да? Если они выдвигают, что нельзя, да? Запрещают. Значит, они право. И родители имеют право назвать своего ребенка так, как он хочет. Население относится к депутатской инициативе по-разному. А как на это смотрят сотрудники органов ЗАГС, особенно те, у кого тоже необычные имена. К данному законопроекту я отношусь абсолютно положительно, потому что он не ограничивает родителей в праве выбора имени ребенка, а скорее защищает права и интересы новорожденных детей, которым дают чересчур оригинальные имена. Есть некоторые родители, которые дают вместо имени цифры. Это вообще какое-то правонарушение, скажем, нарушение интересов детей новорожденных. Поэтому это какой-то абсурд. Если законопроект будет принят, у родителей останется святое право самим называть своих детей. Будет ограничена только их бурная фантазия, навеянная, например, последним блокбастером.